И все привет ребят, с вами Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно одной очень важной проблеме, которая появилась у нас в последнее время в нашей игре. Обсудим её, выскажу свою точку зрения и выскажу мнение большинства игроков, которые мне об этом сообщили и сказали, что это максимально некомфортно и неприятно. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос, лайк, обязательно подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игр в аккаунте, кьюстер, тему личный такт, тактимпэ, дальше форму на покупку в магазине, ну и заплатить форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней темы видеоролика, то тема касается переодеваний и того, как они стали работать в матчмейкинге после крайнего обновления. Ну и проблема заключается в том, что теперь у вас есть только лишь одна переодевалка, вне зависимости от того, что вы меняете. То есть если вы меняете, например, только пушку, вы больше не сможете поменять ни корпус, ни резист и ни больше ничего. Даже если вы поменяете любое устройство, либо даже любую краску, у вас после того, как вы сделаете эту переодевалку, у вас в гараже не будет возможности больше переодеться от слова совсем. То есть у вас есть возможность за один бой зайти один раз в гараж, сменить все, либо если вы меняете не все, а меняете что-то одно определенное, то у вас, грубо говоря, сгорает эта переодевалка. То есть вот, например, сейчас я зайду в бой, да, и просто поменяю, ну давайте, например, что мне тут? Мне здесь в бою все устраивает, да, например, меня все устраивает, там, за исключением, ну пусть будет дрона, да, то есть, ну вот я поменял дрон. Я меняю дрон, то есть я ничего больше не меняю, только меняю дрон. Поменял дрон, он у меня переоделся сразу, давайте посмотрим, да, сразу переоделся, ну вот сейчас после этого уничтожения мы зайдем в гараж и посмотрим на переодевалочку. Мы заходим в гаражик, и у нас нет переодевалки, у нас нет переодевалки больше, да, то есть я не могу теперь поменять ни корпус, ни пушку, ни резист, ничего, короче, больше я поменять не могу в этом бою. То есть я могу сделать за один бой один заход в гараж. То есть если раньше ты мог, например, поменять дрон, следующим заходом поменять пушку, следующим заходом поменять корпус, поменять краску, там, ну и все ты мог делать по отдельности, то сейчас у тебя есть возможность одного раза в гараж. То есть это очень сильно уменьшает возможности ваши в бою, да, и увеличивает задачу сразу подбирать максимально вооружение под оппонента. То есть тем игрокам, у которых, например, есть только одно вооружение в гараже, это определенно будет облегчать ситуацию и будет давать, ну, некое, можно так сказать, преимущество. Да, тем игрокам, игрокам, у которых есть все эти вооружения, есть возможности переодевалок, это наоборот работает в очень и очень жесткий минус. И по сути, для меня лично, я считаю, что это проблема, да, то есть ты не можешь реализовать свой потенциал и ты вынужден сразу, да, если ты хочешь, например, переодеться, ты вынужден сразу менять все, да. Почему такие жесткие ограничения на переодевание, когда раньше, например, в игре у нас можно было постоянно менять эти вооружения? Я, честно говоря, могу связать только к тому, что у нас есть очень большое количество ботов, да, которые ничего не меняют, играют на одних вооружениях и чтобы этим ботам было проще, то Орех как раз-таки сделал такую тему. Но, насколько она правильная? Ну, я считаю, что если ты не можешь реализовать потенциал даже хотя бы одной переодевалки своей, да, ну, то есть у тебя даже возможности одной переодевалки нет полноценной. У тебя есть возможность поменять только сразу все, да, не там каждую пушку корпус по одному разу, а только один раз что-то, да, либо все сразу, либо там что-то одно. То есть у тебя ценность переодевалки возрастает, но при этом, если ты переодеваешься, да, и противник знает, что ты, например, поменял дрон, там, не поменял какое-то вооружение, либо еще что-то в этом духе, то он сразу знает, ага, значит, я могу поменяться, чел уже под меня не наденет ничего абсолютно, да, потому что у него есть только одна лишь возможность переодевалки, быстрой и больше ничего, да, поэтому в целом это больше обновление для тех, кто особо не пользуется гаражом, не умеет, возможно, им пользоваться, не умеет правильно реализовывать свои вооружения, хотя, в моем понимании, это тоже своего рода тактический прием, и даже от переодеваний раньше были турниры, которые выигрывались от переодеваний, то есть переодевалка решала исход турнира, турнира, киберспортивного турнира, да, а тут тебя просто ставят в рамки и говорят, что, мол, чел, ну, у нас крипсоны играют в матчмейкинг, поэтому, ну, как бы, у тебя есть возможность только одной переодевалки, поменяй краску, например, и останься без переодевалки, такая темочка, короче, поэтому я больше связываю такие вещи под крипов, да, и под этих крипов, как будто это и делается, ну, и очевидно, это, ну, минусовая, сука, проблемная вещь, которая, ну, в будущем, понятное дело, что ко всему можно привыкнуть, но явно это не плюсовая тема для тех игроков, которые хотят переодеваться, хотят реализовывать свои вооружения и играть в матчмейкинг, теперь они, ну, вынуждены, грубо говоря, играть на одном лишь вооружении в матчмейкинге. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вы отнеслись к этому обновлению, какое у вас мнение по этому поводу, поддержите данный видос лайком, если согласны с моей точкой зрения, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!